Женская онкология В нашей студии Гюзелис Хакова, заведующая 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 Здоровье женщины В студенческие годы я занимался в научном кружке на кафедре акушерства гинекологии Моими учителями наставники были такие замечательные люди, как Роткина, Раиса Аркадьевна, Профени Григорий Константинович Во время обучения в клинической ординатории меня интересовали вопросы онкогинекологии Я выбрал для себя профессию врача-онкогинеколога Но мне были интересны эти разделы, потому что это здоровье женщины Начиная с 1976 года я работаю онкологом Общий стаж работы в онкологии у меня 40 лет А за время работы я закончил заученную аспирантуру на кафедре онкологии Шли годы, и моя преданность онкологии передалась моей дочери Которая рядом со мной, которая ведет поликлинический прием Занимается вопросами диагностики, лечения предопухливых и опухливых заболеваний Мы вместе обсуждаем вопросы и тактику лечения больных Их дальнейшего лечения, реабилитацию Это является большим подспорьем нашей совместной работе А мама тоже доктор? Мы друг другу помогаем Камила? Мама, да, у нас доктор Да, ортопед, стоматолог То есть медицинские темы в семье обсуждаются на работе Даже брат родной У нас с сыном тоже, да Медик, мой брат тоже врач родной Так что у нас очень большая медицинская семья Ну, я так понимаю, что представителей других профессий вообще в семье практически нет, да? Все медики Да Гюзель, брат, видимо, настоял на том, чтобы и вы выбрали такую профессию Кто повлиял на вашего брата? Вы знаете, обычно спрашивают, как вы пришли к медицине В моем случае медицина пришла ко мне Дело в том, что моя мама была участковым врачом И проработала всю жизнь в поликлинике И мы жили в том же районе Поэтому больные были постоянно Приходили, рассказывали Выдя на улицу постоянно Мы слышали вопросы там о лекарствах Кто-то родил То есть мама была то, что называется земский врач Или то, что сейчас называют врач общей практики А когда уже еще и два старших брата Медики ведь интересно Но на самом деле интерес был уже где-то классу к восьмому Стало понятно, что да, надо заниматься медициной А вот в онкологию я пришла относительно недавно Я по специальности терапевт-кардиолог Работала сначала в кардиологическом отделении Потом мне сделали неожиданное предложение Позвали заведовать приемным отделением Больницу Пирогову То есть это экстренной хирургии Более десяти лет я там проработала Когда начал открываться новый онкологический диспансер Вот этот большой корпус Там не было приемного отделения Опять же мне сделали предложение Вот это было очень интересно То есть все новое Новая специальность Новое отделение начать с нуля А онкокардиология Это сейчас специальность, что называется, в тренде В Америке это выделено вообще в отдельную специальность Поскольку онкология идет вперед семимильными шагами Люди вылечиваются Люди долго живут И вот тут встает вопрос Что у человека, вылечившегося от онкологии Еще появляются проблемы с сердцем, с давлением Тут нужен онкокардиолог То есть очень интересная специальность И вот в течение уже десяти лет я работаю в онкологии Онкокардиологом, можно так сказать Камила, ваш выбор был осознанным? Я с детства мечтала стать врачом, как мои родители Уже в участии в институте я поняла, какое великое дело совершает отец И сколько он жизни спасает ежедневно Это, конечно, и повлияло на выборы данной специальности в онкогинекологии В этом году, в декабре, наш онкологический диспансер Будет отмечать очень серьезную дату Это 75 лет Ну, в общем, наверное, далеко за пределами Самары Известно это учреждение И своим оборудованием, и оснащением Но и в первую очередь, мне кажется, специалистами, конечно же А почему все-таки вот онкология, Камила? Я, глядя на Рустама Ильича, я видела, сколько он жизни спасает Мне хотелось делать добро Как и женщинам, так и всем своим близким и родственникам Помочь в данной ситуации Мне кажется, это очень великое дело Быть врачом-онкологом Возвращаемся все-таки к теме нашей сегодняшней программы К женскому раку Опухоли репродуктивной системы встречаются чаще, чем другие онкологические заболевания Об этом говорит статистика Что является в первую очередь причиной того, что это грозное заболевание Не только не уходит из нашей жизни, но и становится, наверное, более часто появляется в ней? Вы знаете, мы можем говорить в плане онкологии не столько о причинах, сколько о факторах риска Вот что касается факторов риска именно опухолей репродуктивной системы Как выяснилось, имеет большое значение наследственность Благодаря нашумевшей истории с Анжелиной Джоли Все мы теперь знаем, что существуют такие гены, которые предрасполагают организм к развитию этих заболеваний Большое значение имеет гормональный фон женщины Поэтому все нарушения гормонального фона в организме Это раннее начало менструации у девочек ранее 12 лет, в 10-11 лет Позднее наступление менопаузы после 55 лет Раннее начало половой жизни Частые аборты Отказ от кормления у женщин, что предрасполагает к раку молочной железы Также эндокринная система тоже непосредственно отвечает за это Имеется непосредственная связь между заболеваниями щитовидной железы и раком молочной железы Это совершенно четко доказано А наша Самарская область – одна из эндемичных областей, то есть где заболевания щитовидной железы встречаются нередко Кроме того, нарушения такие эндокринные, как ожирение Это очень способствует развитию гинекологии Поэтому и опухоли гинекологических, как тела матки, так и шейки матки Поэтому, милые женщины, если вы следите за своей фигурой, вы в том числе и занимаетесь профилактикой рака Ну это я забегаю немножко вперед, наверное Ничего подобного, я думаю, повторить несколько раз будет не лишним Немножко на особицу, скажем так, стоит рак шейки матки Рак шейки матки имеет ряд предраковых, так называемых, состояний Это дисплазия, тяжелая дисплазия шейки матки И вот недавно, в последние десятилетия, было выяснено, что существует такой вирус Вирус папиллома человека, который вызывает тяжелую дисплазию шейки матки И таким образом является предрасполагающим вирусом к развитию рака шейки матки И опять же, немножко забегая вперед, таким образом мы получили первую вакцину Которую можно, ну, с определенной натяжкой назвать вакциной против рака То есть существует вакцина против вируса папиллома человека Его применяют у девочек чаще всего возраста 12-13 лет То есть смысл провакцинировать девушку до того, как началась половая жизнь До того, как вирус папиллома человека попал Кроме того, рак шейки матки предрасполагает также частая смена половых партнеров Опять же, частые аборты, воспалительные заболевания То есть все, что травмирует шейку матки Ну и плюс ко всему, еще, конечно, играет большую роль скучность наша в городах Неблагоприятная экология Курение, как ни странно, оказывает большое влияние именно на рак шейки матки Поскольку никотиновая смола концентрируется именно в цервикальном канале Мы знаем, что сегодня многие болезни молодеют И в том числе и рак, конечно же, тоже Рустам Наилевич, а вот каков портрет вашей пациентки? В каком возрасте чаще всего выявляется впервые такое заболевание? Аня, вы знаете, заболеваемость раком шейки матки И других локализаций женской половой сферы Имеет тенденция к увеличению в последние годы Пик заболеваемости раком тела матки Приходится на возраст от 30 до 50 лет Это самый красивый, самый трудоспособный возраст женщины Рак тела матки и рак яичников встречается в основном в возрастной категории от 50 до 70 лет Ежегодно у нас примерно диагностируется Около тысячи первичных больных Обхоли женской половой сферы Портрет женщины, которая поступает к нам на лечение Это женщина, которая знает свой диагноз, локачественный процесс Она уверена, что это приговор Что это конец нормальной жизни Это смена ее устоев жизненных Но она должна понимать, что это не конец нормальной жизни Это просто переход на новый этап жизненный Женщина должна себя взять в руки Не уйти, не ходить в себя И понять, что у нас имеется в настоящее время Большой арсенал эффективных противоопухлев препаратов И других высокоэффективных технологических методов лечения В том числе и оперативный метод лечения И в первый момент, наверное, я должна понять, что она не одна Она не брошена, да? Нет, она не брошена Потому что, когда женщина приходит к нам В первую очередь, мы работаем как психологи Мы объясняем женщине Суть ее заболевания Методы лечения, которые ей предстоит пройти Иногда может быть и длительные Прогноз заболевания Возможные осложнения И вопросы дальнейшей ее реабилитации Мы настраиваем больных на полнейшее выздоровление Поздравления Каковы методы диагностики, которые существуют на сегодня И какие из них самые эффективные и самые надежные В нашем диспансере оснащен новейшим и современным оборудованием На данном этапе развития Позволяющие осуществлять все виды возможных диагностических исследований Большой спектр В том числе и определение на генной мутации Опухолевые маркеры Все виды лабораторных исследований В том числе и компьютерную томографию Ультразвуковое исследование Компьютерная резонансная томография Исследования рентгологические, эндоскопические Такие как фиброгастродуаденоскопия Иригоскопия, ректороманскопия, колоноскопия Сцентография костей скелета Экскреторная урография И многое другое Я так и являюсь онкологом-гинекологом Поэтому на своем приеме Онкогинекологическом Мы проводим тщательный осмотр Пациента на наличие нового образования Хотелось бы подробнее остановиться Как уже было упомянуто в музее Наилевной Что вирус папиллома человека Является одной из самых ведущим Фактором риска Не только рака шейки матки Но также и других наружных половых органов Женской половой сферы Вирус на сегодняшний день У инфицированных 300 раз выше Чем у неинфицированных 98% женщин Имеющие в анамнезе Рак шейки матки Являются носителем данного вируса Вирус передается половым путем А забор его производит гинеколог Обычным в кабинете онкологическом Или гинекологическом Поэтому легко его обнаружить А также его выявить и пролечить И после уже проведенного дообследования Которое мы выполняем в онкодиспансере На консультативном отделении Пациенту уже выставляется диагноз И коллегиально совместно заведующим Консультативного отделения Вырабатывается план Тактика ведения пациента Я просто хочу обратиться К зрителям, которые нас слушают Нам ведь надо еще как-то Чтобы вы пришли к нам в диспансер А для этого Постоянно мы призываем Милые женщины Пожалуйста, обращайте на себя внимание По-моему, о самоосмотре молочной железы Сейчас говорят на каждом уровне То есть раз в месяц Обязательно после душа Проводите тщательный осмотр молочной железы Если заметили какое-то уплотнение В отделении соска Бегом обращайтесь к доктору-мамологу Если даже вас ничего не беспокоит После 40 лет раз в год К гинекологу, к мамологу Мамографию и УЗИ И не бойтесь Начались какие-то выделения Начались какие-то боли Большинство женщин пугаются И в головах у них появляется мысль Я пойду к врачу И он поставит мне страшный диагноз А пока я не пойду к врачу Я как будто бы здорова Да, конечно Вот, дорогие мои Не надо этого делать Потому что чем раньше Вы придете к врачу Может, вы придете зря Врач вас успокоит И скажет, ничего нет Иди домой Может, даже отругает Зачем ты ко мне пришла Но ведь это радость А если вы будете сидеть дома Дожидаясь, когда начнутся сильные боли Вот, к сожалению Тогда не во всех случаях Мы можем вас вылечить И не всегда мы сможем Вам радикально помочь Поэтому, пожалуйста Не пропускайте осмотры То, что раньше называлось Профилактическими осмотрами Любите себя Следите за собой И вовремя обращайтесь к нам Давайте, Гюзельна Ильевна Вы будете после каждого выступающего Еще раз об этом напоминать Мне кажется, что у вас, во-первых Здорово получается И очень убедительно Основной метод лечения онкологии Это хирургический метод Насколько наш онкодиспансер Ушел вперед в этом направлении Появляются ли какие-то новые методы лечения Чем вот мы можем на сегодняшний день гордиться Вообще, я хочу сказать Что наш диспансер Работает на уровне европейских стандартов У нас все исследования И оперативные лечения Производятся по высоким технологиям При лечении рака женской половой сферы Кроме хирургического лечения Применяется дополнительная лучевая терапия Химиотерапия Этот комплекс называется комбинированным методом лечения Поэтому мы стараемся больных лечить комбинированным методом лечения При этом методы лечения получаются лучшие результаты Отдаленные результаты Но, конечно, самым основным методом лечения В онкогинекологии при лечении наших больных Это хирургический метод лечения В последние годы Наряду с проведением высокотехнологических Обширных операций В нашем отделении Внедряются органы, сохраняющие операцию молодых женщин И органы, функционально щадящие операции При раке шейки матки у молодых женщин При обширных операциях Мы оставляем яичники С их дальнейшим выведением из поля облучения Для того, чтобы сохранить функцию яичников У больных раком шейки матки Которым предстоит только лучевая терапия Перед облучением мы проводим Лапароскопическую транспозицию яичников То есть, опять-таки, сохраняется функция яичников У больных раком шейки матки У больных репродуктивного периода В последнее время во всем мире Получило распространение операции Которая называется абдоминальная трахелоктомия С лимфодисекцией Суть этой операции заключается в том, что у молодых больных Сохраняются как менструальные функции Так и тетародные функции В мире в настоящее время проведено Более ста таких операций Есть случаи рождения доношенных детей В нашем диспансере на данный момент Выполнено шесть таких оперативных вмешательств Также хочу подчеркнуть, что после обширных операций На органах женской половой сферы Часто бывает осложнение в виде дисфункции тазовых органов Это дисфункция как стороны мочевыделительной, так и половой системы В настоящее время в нашем отделении Стали проводить нервосберегающие обширные операции Что снижает риск указанных осложнений до минимума Также у молодых женщин раком яичников Выполняется при определенных условиях Удаление только пораженного яичника Составлением другого яичника Все перечисленные операции помогли нашим больным И помогают не только медицинской, но и социальной реабилитации больных Вот с чего, в общем-то, начинается реабилитация нашего контингента больных Я хотела еще дополнить Возможно, что не только в стационаре выполняется лечение Но мы еще на своем поликлиническом этапе выполняем тоже небольшое лечение И как с целью диагностики, с целью лечения Такие как лазерная терапия, лазерная деструкция Папуризация лазерная, фотодинамическая терапия Лечение пучком световых импульсов При таких заболеваниях, как лейкоплакия, как вульва, так и шейки матки Лечим и предраковые, и раковые заболевания На своем поликлиническом этапе Вот то, о чем вы сейчас говорили Об органосохраняющих операциях Это на самом деле очень важно И это говорит о том, что можно не только продолжать жизнь Не только оставаться женщиной Но и, в общем-то, постараться к этой жизни, к нормальной вернуться И по возможности забыть о том, что произошло Но, тем не менее, когда женщина заканчивает лечение У нее возникает вопрос, а собственно, а что дальше? Пациенты, проведенные специальное лечение в онкологическом диспансере Проходят наблюдение, обследование уже у себя в поликлинике По месту жительства онколога или гинеколога После лечения на первом году, первый год Они проходят каждые три месяца Последующий год раз в шесть месяцев А затем раз в год И уже при подозрении на прогрессию заболевания Пациенты направляются к нам в онкологический диспансер На консультативный прием для уточнения диагноза Ну и как любая операция Онкологическая операция, конечно же, тоже требует реабилитации О чем уже сказал Рустам Наилевич Как относиться, насколько серьезно относиться к этому И как ее пройти наилучшим образом? Ну, как я сказал, уже реабилитационные мероприятия Начинаются у нас уже с момента производства операции Затем, в послеоперационном периоде, когда у больных наступает осложнение Некоторые осложнения после больших расширенных операций Реабилитация начинается уже в отделении реабилитации Больным проводятся физические факторы воздействия Психотерапевтическая работа Ну и другие мероприятия для того, чтобы больные Как можно раньше и с меньшими осложнениями Выписались домой для дальнейшего наблюдения и лечения Дальнейшая реабилитация у них продолжается Уже в условиях поликлиники по месту жительства Вы знаете, у нас есть отделение реабилитации Действительно, очень большое, прекрасно оснащенное Да, мы бывали там в гостях Татьяна Александровна, наверное, Севохин Очень много интересно рассказывала об этом И наши пациенты, которые от нас выписались Возникают какие-то проблемы по месту жительства Они всегда могут взять направление к нам в отделение реабилитации И не лечась у нас, приезжать только в отделение реабилитации Такие пациенты у нас есть Слава Богу, что у нас есть хорошие методы диагностики Что у нас есть хорошие специалисты, которые лечат Но в любом случае лучше бы до этого не доводить И когда Вы называли факторы риска Среди них были те, которые исключить, к сожалению, нельзя Это наследственность Но что-то же сделать можно и нужно, наверное, для профилактики Частично мы уже говорили с Вами об этом Наследственности Подобный генотип можно исследовать и у нас в Самаре Если у кого-то в роду, и Вы знаете, умирала мама, бабушка какая-то Родственница по маминой линии То, может быть, есть смысл обратиться к своему гинекологу И попросить направить ее в генетическую лабораторию Если у Вас нашли такой ген, мутацию такого гена То нужно как можно чаще обращаться к гинекологу, к мамологу И ни в коем случае не пропускать это Но меры профилактики, они истекают из факторов риска То есть следить за собой Обязательно пользоваться методами контрацепции Правильными методами контрацепции Не принимать эстрогены без соответствия с врачом Без согласования с врачом, потому что у нас очень популярно сейчас, к сожалению, самолечение Вот я в интернете прочитал, я знаю, как Делать этого с некоторыми препаратами, в том числе с эстроген содержащими Ни в коем случае нельзя Но опять же мы с Вами говорили о том, что нужен самоконтроль Нужен периодический осмотр у специалистов Регулярный осмотр у специалистов И при малейшем каком-то подозрении Непременно обращаться к врачу Ну, вести здоровый образ жизни Вы знаете, это настолько навязло в зубах Но это на самом деле так На самом деле так Следите за весом Будьте физически активны достаточно Питайтесь правильно Потому что в пище в современных городах, к сожалению, очень много канцерогена Фастфуд, пережаренная пища, копчености, колбасные изделия Все это содержит в той или иной мере канцерогенные вещества И накапливаясь в течение жизни, они могут привести к печальному результату Поэтому следите за питанием, принимайте витамины Бывайте на свежем воздухе Элементарно, но это на самом деле работает Есть какие-то признаки, на которые все-таки нужно обратить внимание И они должны обеспокоить? Конечно, есть признаки, которые, в общем-то, наверное Присутствуют при всех заболеваниях Это похудание больных Это бледность кожных покров Анемия, в общем анализе крови Увеличение периферических лимфатических узлов Появление образования молочных железов Увеличение живота в объеме Появление боли неопределенного характера Ациклические кровотечения Патологические выделения из половых путей Все это должны насторожить женщину И она должна обязательно обратиться за медицинской помощью Камила, бывали ли ситуации в вашей практике Когда вы видели, что действительно Было обидно, что человек просто вовремя не пришел к врачам? Очень часто, Инесса, к сожалению, очень часто Потому что мы находимся на приеме первичном Мы первичное звено И встречаем пациентов действительно уже запущенными стадиями И очень жалко, что они вовремя не обратились Причина может быть разная И оплошность врача по месту жительства И также пациентка могла вовремя не прийти на осмотр Но каждый год пациентка должна проходить осмотр у гинеколога Уполняться и мазки, и проводиться УЗИ органов малой таза и брюшной полости А также она самостоятельно должна следить за собой И как уже Рустам Ильич сказал И любые патологические выделения И кровомазания Все это должно насторожить женщину И она вовремя должна обратиться А запущенных стадий действительно, к сожалению, очень много Потому что даже если взять рак яичников Он протекает бессимптомно И уже когда увеличение живота И снижение массы тела Только когда жидкость непосредственно брюшной полости Только тогда уже Когда уже тяжело дышать Пациентке порой даже такой случай приходит Выявляйте уже тогда Потому что рак яичников Выявляется только на третьей и четвертой стадии заболевания Прежде всего Хотелось, конечно, пожелать здоровья Вам и вашим близким Наши дорогие телезрители И еще раз напомнить Что своевременная профилактика И ранняя диагностика Способствует снизить риск развития онкологических заболеваний И любой человек В любое время Может обратиться к нам Где мы поможем спасти и сохранить Ваше здоровье Будьте здоровы! Будьте здоровы! Женский организм чуткий Поэтому требует постоянного контроля Особого внимания и бережного отношения Представительница прекрасной половины человечества Должна посещать не только салоны красоты Но и обязательно необходимых ей врачей Таких как гинеколог, эндокринолог, мамолог, терапевт Будьте здоровы! До свидания! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»